Екатерининский дворец. Продолжаем гулять по Екатерининскому парку. Грот построенный по проекту архитектора расстреля в 1755-1762 годах. Екатерининскому парку. Продолжение следует снять. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok В этом здании в 18 веке хранилась коллекция грибных судов, построенная по проекту архитектора Неелова в 1772-1775 годах. Фасад был восстановлен в 1954 году. И сейчас обойду, покажу вот с этой стороны. Снова я четвертый раз приехал в Выборг. Это вокзал, вот площадь, людей очень-очень много. И машин очень много. Такое ощущение, что в какой-то крупный город приезжаешь, а не там, где 70 тысяч человек живет. Сейчас пойдем гулять. Выборгский замок. Был построен в 1293 году. В 1710 году, в ходе Северной войны, войска армии Петра I взяли вот эту Выборгскую цитадель у шведов. Очень красивый вид, очень впечатляет. Представляете, 730 лет, грубо говоря, да? 731 год уже. Там камень просто очень толстый. Я уже снимал, видео на моем канале есть. Поэтому более подробно уже рассказывал. Давайте еще раз покажу, видите. Кстати, туда вот на верхушку, да, где купол вот этой башни. Не знаю, сейчас закрыто. Но раньше можно было купить билетик и подняться туда. Там виды просто потрясающие на город. Смотрите, чайки. Очень полно чаек. Здание городского музея Выборга. Смотрите, очень красивое, да, очень впечатляет. Сейчас на реставрации. Вот. Все закрыто. Вот уж смотрите, какое красивое здание. Сейчас я вам покажу. Это руины старого кафедрального собора, который был построен в 15 веке. Различные периоды здесь. Он являлся католическим, лютеранским, православным, общинами Выборга. И в годы Второй мировой войны он сгорел. И все вот. Все, что остается осталось. Очень интересно, что будут делать с этим зданием. Либо его хотят реставрировать, либо его хотят снести. Хорошо, если его хотят реставрировать. Самый старый жилой дом в России был построен в 1500 году. Памятник Выборгскому трамваю. Для тех, кто не знает, до 1957 года на Выборге ходил рельсовый транспорт. Потом в итоге его решили убрать, потому что мешал движение других автомобилей. И еще в те времена оставили памятник. А когда-то здесь проходили трамвай. Парк Эспланда. Слово Эспланда означает пространство перед крепостью. Раньше здесь находилась крепость рогатая. И на ее месте в 19 веке, на ее развалинах, да, был создан этот парк, который назывался Таркельским парком. А когда после Советско-финской войны Выборг вошел в состав СССР, на парк присвоили имя имени Ленина. Также в парке высажено порядка 200 видов деревьев, в которые можно отнести белая ива, лиственница и амурский бархат. План по разбивке парка был утвержден в 1861 году. Красная площадь Выборге. Вот это здание мне очень понравилось, желтое. Смотрите, какое красивое, да? И вот здесь вот тоже очень красивое здание. Памятник Ленину здесь установлен. Вот это уже современное здание. Хотя мне кажется, оно старинное, наверное, просто был ремонт фасада. Могу ошибаться. Сейчас идем по рыночной площади, здание Выборгского рынка. Смотрите, какое красивое здание. Башня красивая. Было построено в 1906 году. Ну, как мы видим, на рынке можно купить все, что угодно. Вот так. Приходи и покупай импортные товары. Вот он, пакетик с покупками, поэтому без проблем купили. Забылся. Не знаю, сколько отдал, но даже не считал. Ничего страшного. Давайте покажу вам то, что я купил в Выборге. Вот такой маленький какао. 600 рублей. Это финский. Потом. Это шведский шоколад моровой. 350 рублей. Вот такой шоколад. Это эстонский. 400 рублей. И за 450 рублей вот такие финские витамин С. Решил попробовать. Вот так. Такое видео получилось. Всем спасибо, кто его посмотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok